Вопрос, как говорится, элементарный для меня, как для человека, который в нашей семье ходит и ездит по магазинам. Что происходит с ценами на продукты? Дорожает буквально все, и дорожает явно выше темпов официальной инфляции. Что будет дальше? Нам-то обещают, в принципе, что мы будем жить все лучше и лучше, а на практике мы видим прямо обратный процесс. Вы прямо как наивные. Вам все обещают, а вы все верите в эти обещания. Не верьте в обещания. Будет еще хуже. Будет увеличение цен. И это связано, прежде всего, с государственной политикой. Потому что, как работает правительство, вы можете увидеть воочию каждый день, приходя в магазин. Если правительство ведет правильно аграрную, экономическую политику, то увидите, что цены не растут или растут незначительно. А в некоторых странах, кстати, в Советском Союзе в свое время тоже цены снижались. Было такое. А у нас, к сожалению, такая экономическая модель, которая не предусматривает снижение цен в принципе. На рынке еще это возможно, когда перепроизводство чего-то возникает. Но, большей частью, все равно потом это отыгрывается дальше. И это связано именно с тем, что мы же ушли в дикий рынок. И поэтому, чем меньше продукция, тем выше цена. А продукции, несмотря на победные реляции Минсельхоза и власти, ее становится меньше. Это видно. И поэтому, вот эти вот сейчас ценовые всплески на овощи связаны только с тем, что овощей стало гораздо меньше. Ну, вранье, которое мы постоянно слышим по количеству молока, произведенного в стране, по количеству того же зерна, оно не подтверждается ценами. Значит, что цены на зерно тоже растут. Поэтому объективных предпосылок для того, чтобы цена падала, не существует. Потому что себестоимость все время растет. И с этим, к сожалению, правительство справиться не может. Я хочу вас познакомить с результатами голосования, которые мы провели на нашем сайте. Вот такой вопрос поставили. Естественно, самый злободневный. Почему в России дорожают продукты питания? Из-за низких темпов уборки урожая. Так считает 1%. Из-за роста мировых цен на продовольствие. 1%. Затруднились ответить 1%. И из-за периферийного и отсталого характера российского капитализма 97%. Павел Николаевич, как бы вы могли прокомментировать? Я вот с чистой совестью проголосовал за третий пункт. Действительно, мы живем 30 лет при этом капитализме. И не помним, чтобы цены снижались, по крайней мере, на продукты уж точно. Сергей Иванович только что говорил о том, что в других нормальных странах мира, несмотря на то, что они капиталистические, цены не растут. И действительно, социализм это такая прививка от роста цен. Чтобы не было, расходы на покупку продуктов и сдерживание цен было при социализме абсолютным. Но капиталистические цены, страны, которые давно уже ушли от дикого рынка и от этого ублюдочного капитализма, который мы называем, который в России создался, они тоже регулируют цену. Регулируют совершенно разными способами, но всегда эффективно. И у них таких всплесков просто быть не может поопределить. Потому что если правительство принимает доктрину продовольственной безопасности, она должна определять не то, что денег у людей нет, и поэтому они купили вот столько-то продовольствия, это 100%. То должны делать совершенно по-другому. Должны посчитать, сколько нужно человеку нормальному еды, вот как Сергей Иванович это сделал. Посчитать, сколько стоит эта еда в магазине и сказать, что минимум, который получает человек, это 16 тысяч только на продукты. Тогда все изменится совершенно. То есть идти от человека. Да, потому что когда у нас, к сожалению, мы зависим сначала, прежде всего, как Виктор Иванович абсолютно правильно сказал, от того, сколько денег у крестьянина, и он не может посеять столько, сколько хочет, а столько, сколько у него денег хватает, а 40 миллионов гектар у нас ведь стоит не вспаханных и не засеянных. Когда после того, как мы производим мало продукции, государство говорит, слушайте, ну если мало продукции производите, то вот столько нам и надо, и поэтому мы закупаем пальмовый жир, привозим сюда различные суррогаты и кормим своих людей дешевым, но некачественным продовольствием, и государство говорит, слушайте, а вот хорошее продовольствие, давайте вывозите за рубеж, это вот панацея для развития сельского хозяйства, будем все вывозить. Ну и к чему мы пришли, к тому, что якобы мы вывозим 40 миллионов тонн зерна, но коров у нас уже нет, мы меньше, то есть, вот за последний год мы потеряли еще больше полутора процентов поголовья скота, то есть, у нас некому будет скоро доить, то есть, нечего будет доить, потому что корова, как бы ее ты не улучшал продуктивность, все равно она имеет предел определенный. И все, что вот мы делаем, кстати, я вернусь к тому, что говорил президент, он, видно, не информирован, что если вы хвалитесь, например, производством мяса курицы, то вы должны знать, откуда берется инкуляционное яйцо, и где у вас стоят фабрики, или кроссы, какие у вас птицы, и для яйца, и для бойлеров, выяснится, что мы полностью зависим от западных кроссов. Если вы возьмете, например, что у нас происходит с овощами, Виктор Иванович не даст соврать, то практически все семена овощей, это импортные семена. Ну, если есть где-нибудь семена, там, капусты какое-то количество, то все равно мы выращиваем их в Италии, к сожалению. И если вы возьмете технику, то это вообще будет катастрофа. Я говорю о том, что, опять же, государственная политика, это когда ты назначаешь министром сельского хозяйства, человек, который понимает в сельском хозяйстве, а министром экономики того, кто понимает, что нужно сделать для того, чтобы цены не галлопировали, особенно на продукты первой необходимости. В этом году рекорд поставил Россия по вывозу капитала за рубеж. Почему? Потому что они после этого, а собственниками являются все иностранные компании, они после этого платят себе дивиденды и выводят деньги за рубеж. Ну, различными путями, в том числе и неправедными путями, потому что они берут и отправляют туда деньги якобы за товар. Ну, мы знаем все эти механизмы, как будто бы государство этого не знает. У нас огромное количество чиновников. Все новое, это хорошо забытое, старое. У государства нет такой функции и не было еще и при советской власти, скажем так, закупать продукцию фермеру. Был Роспотребкооперация, которая была частной компанией, но у нее имелось такие же преференции, как у государства. И она частная компания, имела кучу заводов переработки, выпускала прекрасную продукцию, натуральную абсолютно. И она контролировалась государством, в том числе и по качеству продукции. Государство должно контролировать качество, а вот возможность закупить, например, 200 килограмм яблок, потом сделать сок, разлить его, это делала потреб кооперации. В Европе тоже, и государство этим не занимается, кооперативы. Другое дело, что государство сделало все для того, чтобы фермер был заинтересован пойти в кооператив. А кооператив защищен в отношении между сетевым магазином и кооперативом. И они фактически систему сделали такую, применяя экономические законы, которая позволяла зарабатывать всем без исключения. А не наживаться одной какой-то структурой. Что касается вот этих вот узбекских рабочих, они что не понимают, что узбекские рабочие тоже требуют, где жить, чтобы была больница, чтобы они приехали вместе с детьми, они просто там на полгода приехал и поработал и уехал. Придется делать ту же самую инфраструктуру, которую мы потеряли, и почему наши люди не работают на селе, потому что они выезжают из села, потому что там жить невозможно. И вот тут, как только они попадут в наши условия, узбеки, неважно кто, они окажутся в таком же положении, как производитель наш. Потому что, вот тут была фраза о том, что мы немножко заработаем, да ничего мы не заработаем. Потому что цены на средства защиты растений, на семена, на солярку, на все составные себестоимости уже повысились и еще повысятся. Мы же это видим. Это тоже накладывает на производителя определенные деньги, а за все платит, в конечном итоге, потребитель. А опять же, ничего это не даст в условиях коррупции, тотальной возможности решить вопрос, грубо говоря. Кстати, не рыночными методами. Естественно. И поэтому это тоже не даст результата никакого. Потому что, если вы одной рукой говорите, что мы будем бороться с фальсификатом, а другой рукой открываете для пальмового масла некачественно свои территории, ну вы просто на таможне тогда возьмите и запретите ввоз некачественного масла. Там легче-то это сделать. Но почему-то это не делается. В интересах, чьих людей сюда ввозит такое количество пальмового масла, и почему из-за этого разряются наши фермеры-производители, это вопрос государства. А оно делает вид, что вот сейчас привезем миллион узбеков на миллион гектаров, и жизнь у нас улучшится. С чего вдруг? Недавно прошла выставка АГАПРОДМАШ. И там, в том числе на всяких сессиях, говорили о показателях России. Так вот, я вам рассказываю, докладываю, что количество этакторов и комбайнов в России снижается. Хотя куда уже еще? В возрасте техники больше 60% любых этакторов и комбайнов больше 10 лет. А я как инженер-механик могу вам сказать, что это приговор. Что если нет обновления парка, то через несколько лет вы вообще ничего не получите. Вы можете нарисовать какие угодно цифры в Росстате про зерно, но если зерно дорожает в рекордный год по производству продукции, то, скорее всего, что-то в экономике не так. Ну и потом дальше-то, ну, можно кого угодно, обановать сколько угодно. Но вы же посмотрите, как может уменьшаться производство комбайнов, не производство даже, а покупка. Потому что, если вы залезете в этот импортный комбайн отечественный, якобы отечественный, то, наверное, что там все гидравлика голландская, двигатели там какие-нибудь. Если вы хотите что-то хорошее получить, то вам обязательно нужно, чтобы все было собрано откуда-то из Канады, еще откуда-то. И все собрали с грузовиками, с легковушками, с самолетами, то же самое. Например, комбайны и трактора типа «Класс» стали нашими. Это все, что сказать, что «Тойота» производится в России и стала нашей. Нет, локализация производства очень низкая у нас. А потом вот это вот. Я же проехал в период придворной кампании по территории. Ну, приезжайте, пожалуйста, в Рубцовск. Посмотрите, что случилось с алтайским тракторным заводом. Вы можете доехать до Люберцева и посмотреть, что случилось с крупнейшим заводом производства всех вас машин для кормопроизводства. И в какое бы место вы ни приехали, Волгоградский тракторный завод, какой угодно, это разруха. Скажите мне, где государство, которое построило за последние 30 лет хоть один тракторный завод. Ну, Кировский еще как-то дышит, или там Ростельмаш, но они тоже не выпускают весь спектр техники. Поэтому ты волей-неволей начинаешь быть заложником запчасти, которые тебе должны привезти откуда-то из Германии, из Америки, еще откуда-то. Сергей Иванович, подождите. Первое. Если вы возьмете, разделите даже то, что написано в программе, на общее количество гектар России, или на общее количество коров в России, или на общее количество просто людей, занятых в сельском хозяйстве, то это окажется копейки. Потому что не зря в программе у нас было написано, не меньше 10% бюджета должно быть направлено на развитие сельского хозяйства и сельские территории. А это все-таки 2 триллиона рублей, только не за 5 лет, а каждый год. Тогда мы сможем что-то сделать. Второе. Надо перестать обманывать людей. Никакие агрохолдинги, никакого развития сельского хозяйства не предусматривают. Почему? Потому что они берут западные технологии, привозят. Это как отверточная сборка. Toyota собирает здесь, в Санкт-Петербурге, Toyota, но это не значит, что машиностроение России растет какими-то сумасшедшими темпами. Ничего этого уже нет давно. И поэтому надо заниматься. Кстати, для чистоты момента скажу, что когда-то, лет 7 или 8 назад, президент говорил о том, что надо заниматься семенами. И были семенноводческие центры, как будто были организованы. Все это стало пшиком, потому что они потратили деньги на какие-то строения, а как ученые были нищими, так они остались нищими. Как они ничего не могут внедрить. Так они ничего и не могли внедрить. И поэтому разрыв между производством и наукой был виден сразу. А потом нас никто ничего не поддерживает. Наука загнулась. Никто из молодых специалистов не хочет идти не только в сортоиспытательные станции, он вообще не хочет в сельскохозяйство идти. Потому что там копейки платят. А почему там копейки платят? Потому что если ты начинаешь платить всем повышенную цену за электричество, повышенную цену за солярку, у нас выгребают деньги все без исключения, в том числе надзорные органы. А потом говорят, ну плати зарплату. А какую ты зарплату заплатишь? Когда у тебя все уже забрали, ты на грани рентабельности находишься. Я с нашим коллегой Сергеем Ивановичем согласен. В том, что действительно должен быть госзаказ. Потому что мы не можем знать, кто посадил сколько чего. И есть баланс продовольствия, есть такое понятие. Скажите, сколько стране нужно картофеля, молока, мяса. Мы выполним этот госзаказ. Под госзаказ можно, как это делают другие люди, когда сказали, давайте произведем на 45 миллиардов тонн продовольствия, вывезем за рубеж. Скажите, сколько мы получим тракторов, сельхозмашин. Давайте этих росгвардейцев посадим на трактора. Их уже почти 400 тысяч. Ну и пускай они займутся производством. Страна станет великой аграрной державой. А с разговорами о том, что вот мы тут новый сорт капусты вывели, он не конкурентно способен. Он не устойчив к болезням. У нас на самом деле там много чего можно говорить. И поэтому вот это вот, как правильно было сказано, победные реляции президенту это одно. А жизнь на селе это совершенно другое. Да, вот в оборонной отрасли же существует госзаказ. А продовольственная безопасность, она ничуть не менее важна, чем любая другая безопасность. А может быть даже и более. А с вами была программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.